Казанский университет знакомит с поэтическим наследием Гавриила Державина. Что такое казанская модель ЮНЕСКО? К чему приведет претензионная медицина? В рамках года Льва Толстого в Республике Татарстан и к 275-летию со дня рождения Гавриила Державина, 8 сентября в Музее историков У открылась выставка «Она Державина – Бог» в каллиграфическом воплощении. Подробности с мероприятия смотри в нашем следующем сюжете. 8 сентября в Музее имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Она Державина – Бог в каллиграфическом воплощении». Выставка приурочена к 275-летию со дня рождения Гавриила Державина и открывает целый цикл мероприятий, посвященных выдающемуся российскому поэту и государственному деятелю. Первыми экспозицию оценили почетные гости во главе с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Гавриил Романович, если вы знаете, наверное, из истории, он не учился в нашем университете императорском, тогда его просто не было, но он один из первых выпускников. Лицея, или гимназии правильно, сейчас лицей им называют, которые им называли гимназией. Участие в открытии также приняли участники Казанского международного фестиваля мусульманского кино. В числе гостей был голливудский режиссер-документалист Шон Стоун. Автором идеи и концепции выставки является заслуженный работник культуры Республики Татастан Альфия Рахматулина. Именно благодаря ей выставка была открыта в Казанском федеральном университете. В центре внимания выставки Ода Державина «Бог каллиграфического воплощения» – одно из самых известных произведений Державина, написанное им в 1784 году. Выставка Ода Державина «Бог каллиграфическому воплощения» приурочена к ежегодной международной научно-практической конференции «Державинские чтения», которая проходит в Казанском университете совместно с Российским государственным университетом юстиции. В этом году, как говорил Арманович, будет 275. Было бы, но мы говорим, будет, потому что он всегда с нами, поскольку мы ежегодно работаем в Державинском чтении. В преддверии главного события 12 сентября в главном здании Казанского университета состоится «Про наука. Ночь в императорском», которая будет посвящена Льву Толстому и Гавриилу Державину. Державинские чтения пройдут в Казанском федеральном университете с 12 по 14 сентября. Официальное открытие состоится 13 сентября в императорском зале КФУ. Среди гостей – президент Татарстана Рустам Мениханов, ректор Всероссийского университета юстиции Ольга Александрова, ректор КФУ, Шадгафуров, митрополит Казанский и Татарстанский феофан, муфти Республики Татарстан Камиль Хазрат. В этот же день состоится возложение цветов к памятнику Гавриила Державина. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз. Казанский федеральный университет организовал мероприятие «Казанская модель ЮНЕСКО». Форум привлек представителей правительства Татарстана и организации объединенных наций. Подробнее в сюжете Артема Тупичкина. В Казанской ратуши начался четырехдневный марафон ролевой игры «Казанская модель ЮНЕСКО». Мероприятие организовано Казанским федеральным университетом, а открыл его ректор Ильшат Гафуров. В этом прекрасном зале, где обычно проводятся только очень значимые для нашей республики мероприятия, это свидетельство того, какую роль руководство республики и организаторы придают вот нашему сегодняшнему событию. С приветственным словом выступили посол доброй воли ЮНЕСКО Александра Ачирова и руководитель федерального агентства по делам СНГ соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова. В рамках торжественной церемонии открытия казанской модели ЮНЕСКО было подписано соглашение о сотрудничестве между КФУ и Международным институтом центрально-азиатских исследований. Соглашением вузы закрепили планы на совместную деятельность в области изучения и сохранения культурного наследия и обозначили всю серьезность и глубину намерений по включению КФУ в международные процессы, связанные с реализацией проекта ЮНЕСКО «Шелковый путь». Следующие два дня участники были заняты работой в комитетах. Она представляет собой ролевую игру, где студенты входили в роль дипломатов и защищали интересы государств. Правила игры дублируют настоящие регламенты деятельности ЮНЕСКО, а комитеты созданы на основе настоящих комитетов организации. Она осуществляется для того, чтобы студенты, которые интересуются международной жизнью, были готовы к тому, что будут выступать в чем-то подобном и будут готовы отстаивать свою позицию правильно, корректно и именно так, как требуют правила проведения моделей. 10 сентября казанская модель ЮНЕСКО подошла к завершению. На закрытии мероприятия выступил проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Такие игровые модели, они необходимы, они очень важны. Вы хотя бы на какое-то время себя чувствуете, что вы действительно дипломаты, и вы отстаиваете интересы своей родины, вы входите в взаимодействие с другими людьми, представителями других стран. О необходимости таких мероприятий высказались и представители правительства Татарстана. Так перед зрителями выступил помощник президента республики Татарстан Мрадик Гимаддинов. За эти дни вы приобщились к вопросам международного культурного и гуманитарного сотрудничества, познакомились с результатами взаимодействия Татарстана с ЮНЕСКО. Наши общие усилия направлены на сохранение и развитие языков, культур и традиций народов мира, построение межкультурного диалога. Также выступил первый заместитель председателя Российской ассоциации содействия Организации Объединенных Наций, председатель исполкома Всемирной федерации Ассоциации ООН Алексей Борисов. Далее выступили руководители комитетов, созданных на основе настоящих комитетов ЮНЕСКО, а также были награждены лучшие участники казанской модели. Артем Тупичкин, Максим Орлов, Лев Халиулин, Универньюз. Медицинская помощь, основанная на лечении пациентов уже после того, как они заболели, стала вчерашним днем. Уже сегодня мир имеет возможность начинать лечение гораздо раньше. Потенциально даже до появления первых симптомов заболевания. Появились инструменты для того, чтобы эффективно прерывать болезнь на максимально ранних стадиях и предотвращать ее развитие. Об этом пошла речь на состоявшемся в КФУ симпозиуме. О ее подробностях расскажет наш корреспондент. В Казанском университете состоялось открытие симпозиума по прецизионной медицине. В его проведении принимают участие ученые КФУ, представители университетов-партнеров, исследователи из Вашингтона, научно-исследовательской сети Великобритании в России и так далее. Само название заседания уже говорит о том, что главный тренд состоявшегося мероприятия является прецизионная медицина. Ученые уверены, что данное направление сделает бессмысленными даже самые распространенные терапевтические методики. Наступает новая эра узкоцелевого точечного лечения. И ключом в эту эру служат такие технологические прорывы, как наночастицы, охотящиеся за раковыми клетками или убийственные для вирусов лазеры. О том, что из себя представляет прецизионная медицина, нам удалось узнать у проректора по биомедицинскому направлению Казанского университета и директора Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрея Киясова. Это новый тренд в медицине, когда идет не просто персонализированная, а и доказательная, с учетом и окружения, и экологии, и гигиены, и всего прочего, так сказать. То есть, ну реально, это на самом деле персонализированная медицина, точная, на научных данных, для лечения какой-то патологии, либо предупреждения какой-то патологии. Участники симпозиума имели возможность представить базу знаний и зарубежный опыт в развитии прецизионной медицины, обсудить подбор лекарств и рассмотреть успешный опыт научных программ. Белых пятен, как вылечить рак, практически не осталось, по большому счету. Конечно, есть какие-то еще места, где надо работать, но как лечить рак, по большому счету, все знают, значит, в ученом мире. Доктора этого не знают по многим причинам. Наука развивается слишком быстро, у них не было образования, они получали давным-давно. Работа симпозиума продлится до 12 сентября включительно на площадке Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального состоялось посвящение в студенты-первокурсников сразу нескольких направлений. Подробнее об этом в сюжете Софьи Ивановой. В спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» состоялось открытие сезонно-осенних смен. Участие в смене приняли студенты Инженерно-технологического юридического факультетов и факультета математики и естественных наук Елабужского института Казанского федерального университета. Совсем скоро состоятся посвящения в студенты для других направлений Елабужского института Казанского федерального университета. Софья Иванова, Сирена Иванова, Айдар Салихов, Универньюз. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях, чтобы узнавать обо всех событиях первыми. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова